Здравствуйте, в эфире Капитал, программа о деньгах и финансах в студии Александр Ткаченко. Смотрите сегодня. Что произошло за год после подписания документа о создании в преамурии ТОРОВ? Где заработало новое производство? Какие перспективы есть у Николаевской птицефабрики? И в отношении кого введена процедура банкротства? Об этом не только в ближайшие 10 минут. Оставайтесь с нами. Оставайтесь на Первом областном. Ровно год исполнился после того, как на Дальнем Востоке были созданы территории опережающего развития. Две такие площадки сегодня работают и в Амурской области. В данное время в правительстве Преамурия активно занимается созданием третьего ТОРО, где уже возводится крупнейший в мире газоперерабатывающий завод. Указ о создании территории опережающего развития в Преамуре был подписан в августе 2015 года Дмитрием Медведевым. Это особые зоны, призванные создать новые рабочие места и привлечь дополнительные инвестиции в развитие региона. В данное время в области созданы два ТОРО – Белогорск и Преамурская. Сейчас в них зашли 4 резидента. Еще трое проходят процедуру согласования. Для всех участников данной программы предусмотрены определенные преференции. В частности, обнулен налог на имущество, налог на прибыль первые 5 лет, земельный налог, а также снижены взносы, фонды с 36 до 7,6%. Благодаря таким площадкам у нас появится крупный комплекс по переработке нефти, завод по производству цемента, который уже полностью готов, а также транспортно-логистический центр, ориентированный на грузопоток по мосту между Хайхэ и Благовещенском. В ТОР Белогорск уже начал работу цех по производству хлебобулочных изделий, и рядом строится завод по глубокой переработке сои. В Завитинске в тестовом режиме запустили цех по переработке гречихи. Первая партия продукции уже готова. Посмотреть на производство прибыл глава региона, который в четверг работал в Завитинском районе. На месте побывала и Анастасия Петраш. Ей слово. Шум оборудования и запах гречихи. Цех ужил буквально за 2 часа до нашего приезда. А сейчас на конвейере уже стоят мешки с первой продукцией. Сегодня в пробную переработку запустили 20 тонн сырья. Это урожай, собранный в прошлом году. Привезли ее из соседнего села Камышенко. Из 20 тонн должны получить примерно 10 тонн гречневой крупы, 3 тонны гречневого пробела, 5 тонн составят отходы. Они же мелкое зерно, которое затем можно будет использовать для производства комбикормов. Кстати, это производство полностью безотходное. Даже шелуха, которая остается после всей переработки, идет вход. Ее, как топливо, берут на котельную, что находится неподалеку. Сначала машины очищают культуру от шелухи. Затем она проходит триерные блоки. Дальше следует окончательная очистка и расфасовка. В этом цеху и раньше вели переработку культуры. Но последние три года предприятие стояло без дела. В мае сюда пришел новый хозяин – компания «Юг». Во время одного из визитов главы региона в Заветинский район было дано поручение возобновить производство гречневой крупы. В итоге здесь восстановили оборудование и запустили процесс. По словам специалистов, латать машины пришлось недолго. Не успели разграбить здесь. Ну, не хватало так, пару электродвигателей, так грубо говоря. Ну, местами кабель повыдергивали. Ну, а все остальное, как бы, ключ на старт и все пошло. Ну, железяка – это и есть железяка. Она имеет свойство ломаться. Ну, конечно, есть свои недочеты. Вылазит, конечно, после столького, что оно стояло. Ну, я думаю, все настроится и починится. В свою очередь, в руководстве предприятия во время визита главы региона отметили – цех запустили в пробном режиме. Дальше будет больше. Сколько мы планируем принять гречики и сколько переработать? Мы способны переработать 2000 тонн в год. Вот то, что он работал. В этом году тонн 300-400 мы должны отработать до конца года. Но пока настроен весь процесс. Компании еще предстоит оформить необходимые документы. Задача правительства, по словам губернатора, – помочь предприятию с этим вопросом. Надо получить лицензию на право производства, на право торговли. Все это время. Я думаю, в течение месяца-двух мы эту задачу выполним. И, наверное, в октябре, уже когда будет урожай этого года гречихи, мы уже запустимся на новом сырье. Губернатор Преамурья подчеркнул – необходимые специалисты для работы на производстве есть. Все они из Завитинска. А также добавил, сельское хозяйство в районе будут продолжать развивать и дальше. Так сейчас рассматривается вопрос запуска в селе Подоловка о линии по переработке молока. У фермера есть оборудование, которое ранее было также на программе поддержки нового бизнеса в сельском хозяйстве. Приобретено, оно имеет место быть. Мы сейчас договорились с сельским хозяйством, в том числе, чтобы в Подоловке появилась переработка молока. Потому что здесь есть молочная продукция, надо его перерабатывать здесь, на места, для того, чтобы это поступало на местные рынки, в том числе и не только на местные, но и другие территории района, которые нуждаются в этом вкладе. Между тем, когда цех по переработке Гречихи в Завитинске запустят на полную мощность, он сможет составить достойную конкуренцию пока еще единственному подобному предприятию при Амуре – Октябрьскому элеватору. Анастасия Петраш, Иван Сюмак, Первый областной. 78 работников Николаевской птицефабрики смогут получить зарплаты, которых не видели 5 месяцев. Ситуация сдвинулась с мертвой точки после того, как за проблемы предприятия в Бурейском районе взялись амурские власти. Руководство фабрики самостоятельно с ними справиться не смогло. Накануне с бывшими сотрудниками предприятия встретился губернатор Александр Козлов. Когда будут зарплаты и что теперь будет с птицефабрикой, расскажет Мария Красилова. Почти за полвека работы Николаевская птицефабрика переживала и хорошие, и плохие времена. Но до того, чтобы птицу было нечем кормить, не доходило. Несмотря на то, что в марте этого года работникам предприятия перестали давать зарплату, они до последнего пытались спасти кур. Это просто надо было видеть, это надо было увидеть, какое поголовье сидит и что творится в цехах. Доходило до того, чтобы мы отключали свет, для того, чтобы не слышать птицу, как она кричит. Мы просто выключали свет и сами выходили на улицу. На нервной почве у двух работников птицефабрики начались проблемы с сердцем. Их готовы принять хабаровские врачи, но денег туда доехать у людей нет. Многим нужно готовить детей к первому сентября. После ливня, недавно прошедшего здесь, подтопило огороды. Урожай погиб. 15 августа по приказу губернатора области сюда приехали представители Амурской госинспекции труда и областного центра занятости. Почти всем выдали трудовые книжки, справки для постановки на биржу труда. Но выплат по безработице сразу не дают. Первые два месяца должен работодатель нам производить оплату. Потом, значит, третий месяц, если мы нетрудоустроены, мы опять делаем запрос, нам предоставляют справку, что мы не трудоустроились, он оплачивает дальше. А потом уже идет центр занятости. Там уже своевременная будет оплата. Но эти три месяца нам еще тоже надо жить. Сейчас Амурская прокуратура выясняет, кто разорил Николаевскую птицефабрику, принадлежащую Федеральной службе исполнения наказаний. Одно уголовное дело уже возбуждено. Возбуждено уголовное дело. 18 июля этого года оно находится в производстве. По факту невыплаты заработной платы в крупном размере. По нашим данным, на сегодня осталась невыплаченная заработная плата. Педработники, 78 работников у нас еще задолженность, на 6 миллионов 247 тысяч. По предварительной версии следователей, проблемы у птицефабрики начались в январе этого года с приходом нового руководителя. Однако, по его словам, предприятие ему уже досталось большими долгами. Мне это хозяйство досталось с долгами 483 миллиона рублей кредитная задолженность. Вот исходя из этой кредитной задолженности, кто занимается экономикой, может представить, какое досталось мне хозяйство. Хорошие новости на птицефабрику привез губернатор Александр Козлов. Ему удалось договориться с руководителем Федеральной службы исполнения наказаний России о полном погашении долгов по зарплатам. Деньги должны поступить до 2 сентября. Сюда отправлю своего представителя обязательно, для того, чтобы проверить, выполнено это или нет. Также людям будет оказана адресная помощь из бюджета области. Другой работы в округе для 80 бывших сотрудников птицефабрики нет. Единственная надежда – ее возрождение. Взять предприятие в свои руки готова белогорская фирма «Виста». Но счета птицефабрики арестованы, кредиторы просят вернуть долги. Сейчас областные власти ведут переговоры с Федеральной службой исполнения наказаний России о механизме передачи предприятия в областную собственность. Наша задача сегодня, мы договорились об этом, мы отправляем рабочую группу в лице министра имущественных отношений, инвестора и представителя коллектива вовсе страны. Мы договорились уже об этом, чтобы они вместе поработали, как правильно эту фабрику сохранить и передать ее именно тем управленцам, которые смогут навести здесь порядок. Инвестор готов потратить 20 миллионов рублей на капитальный ремонт предприятий и новое оборудование. По расчетам в течение года птицефабрика выйдет на полную рентабельность и примет на работу весь старый коллектив. Мария Красилова, Иван Сюмак, Первый областной. Еще две строительные фирмы в Преамуре признаны банкротами. Конкурсное производство началось в отношении «Стройтехинвест» и «Амурпромстрой». Как сообщает пресс-служба Амурского арбитражного суда, исполняющим обязанности конкурсного управляющего компании «Амурпромстрой» назначен Олег Тилков. Делами «Стройтехинвеста» займется Алексей Чесноков. Судебное заседание по рассмотрению отчетов по обеим организациям назначено на 21 декабря этого года. В отдаленных районах Преамуре станет больше банкоматов. На днях состоялась встреча амурского губернатора Александра Козлова и главы Дальневосточного отделения Сбербанка РФ Евгения Тютова. Руководители обсудили планы по сотрудничеству. Сейчас почти половину области обслуживает именно Сбербанк. Финансовая организация обеспечивает более тысячи рабочих мест для амурчан. Ежегодно она платит налоги. Таким образом, каждый год амурская казна пополняется почти на 400 миллионов рублей. По словам Евгения Тютова, одно из приоритетных направлений развития банка – это расширение сети терминалов и банкоматов. Дело в том, что в отдаленных районах области людям довольно проблематично снимать деньги с пластиковых карт. К примеру, в Сковородино местные жители жаловались Александру Козлову на нехватку банкоматов и наличности. Руководитель финансовой организации пообещал решить данный вопрос и расширить в Преамуре сеть банкоматов. Налоговые доходы местных бюджетов при Амуре, участие муниципалитетов в региональных и федеральных госпрограммах, проведение кадастровой оценки объектов – такие темы обсудили на днях амурские чиновники. В областном центре состоялось расширенное заседание коллегии регионального министерства финансов. В этом году местным властям удалось перекредитовать около 9 миллиардов рублей. Таким образом, сэкономили более 300 миллионов областных средств. С начала года региональный кошелек увеличился почти на 6% по сравнению с первой половиной 2015-го. Амурские чиновники отмечают – более 60% бюджета области ориентировано на социальную сферу. Это образование, здравоохранение, различные выплаты и льготы. Сжатость поступления в областной бюджет требует адекватного и ответственного подхода к формированию и исполнению как областного, так и местных бюджетов. Необходимо отойти от формулы «нам не хватает» и обращенной в сторону областного бюджета. Установка должна быть следующая. Что мы сделали для наполнения местного бюджета? Как мы экономим и оптимально расходуем имеющиеся бюджетные средства? Лучших финансистов при Амуре отметили благодарностями губернатора области и министра финансов России. Дипломы Минфина Амурской области уехали в районы, где работники добились лучших показателей. При Амуре получит более 200 миллионов рублей на покупку лекарств для льготников. Премьер-министр России Дмитрий Медведев накануне подписал распоряжение о выделении регионам дополнительных средств на покупку медикаментов. Первоначально в бюджете России на эти цели было предусмотрено 30 миллиардов 600 тысяч рублей, но впоследствии премьером было принято решение об увеличении суммы еще на 1 миллиард 400 тысяч. Сегодня численность льготников России выросла на 190 тысяч человек и составила 3,5 миллиона. В связи с чем было принято решение об увеличении финансирования. В результате Амурская область вместо 208 миллионов получит 212. Больше всего средств из дальневосточных регионов будет направлено в республику Саха, Якутия. Им предназначено 345 миллионов рублей. Дальневосточники в поисках второй работы. Специалисты известного портала HeadHunter провели очередное социсследование. По его результатам каждый третий опрошенный житель Дальнего Востока активно ищет вторую работу. Каждый пятый согласен рассмотреть подобное предложение. Если они будут иметь место. Дополнительный заработок не нужен лишь 14% респондентов. Ну а каждый десятый уже трудится на второй работе. Эксперты также выяснили, меньше всех в доп. заработке заинтересованы жители Москвы и Московской области. Нужнее всего вторая работа жителям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Что касается сфер, трудящиеся которых в первую очередь думают о подработке, это искусство, развлечения, масс-медиа, безопасность, а также спорт, фитнес и салоны красоты. Меньше других дополнительные деньги нужны работникам таких отраслей, как государственная служба, высший менеджмент, а также банковским служащим. Между тем, вакансии, которые в последнее время были размещены по параметрам гибкий график или, к примеру, удаленная работа, приходится на финансовый сектор, информационные технологии, а также розничную торговлю. Больше всех вакансий, которые подходят под параметры второй работы, разместили работодатели из Хабаровска. Далее следуют Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Благовещенск. Житель Китая пытался вывезти из Благовещенского рога животного, вымершего 10 тысяч лет назад. Спрятанный товар обнаружили в чемодане иностранца при прохождении таможни. Китайца задержали на пункте пропуска Благовещенск-Хэхэ. В сумке сотрудника таможни обнаружили два рога шерстистого носорога, который вымер примерно 10-12 тысяч лет назад. Находка весом в 10 килограммов оценивается в 6 миллионов рублей. На жителя КНР заведено уголовное дело по статье «Контрабанда культурных ценностей в крупном размере». Кстати, это не первый случай изъятия останков шерстистого носорога. Ранее таможенники уже задерживали подобный груз. На этом все. Смотреть новые выпуски «Капитала» вы теперь можете также в эфире информационного агентства «Город» и на ТВ-центре. Ну а пересматривать интересные выпуски в социальных сетях на страничке Первобластного канала, в Фейсбуке, а также Одноклассниках. Вместе с тем смотрите нас на amurobel.tv. Я же с вами на этом прощаюсь. Всего хорошего и до новой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!